Для нашего разговора Я думаю, это место имеет особое, конечно, значение Здесь память о солдатах и Великой Отечественной войны И, в общем-то, о Второй мировой войне Оба они дети этих солдат И отец Мориска воевал И отец Александра воевал И сами они оба воевали Воевавшие дети, воевавших отцов Но тогда их отцы были союзниками А Вьетнам и Афганистан разделил их Вот об этом я и хочу как раз сегодня поговорить Мистер Мориску, может быть, первый вопрос к вам Пропаганда, будем употреблять этот термин Западная Говорит о том, что советские солдаты шли в Афганистан Оболваненной, что ли, коммунистической пропагандой Лживой пропагандой А во имя чего вышли во Вьетнам? Я думаю, что каждый солдат абсолютно убежден, что он служит во благо своей страны Но я думаю, что мы с Александром в каком-то смысле попали под влияние пропаганды Мы делали работу, как нам казалось необходимую для наших стран И старались сделать ее как можно лучше Сделали, а потом вернулись по домам У нас же есть устав, есть присяга И то, что мы называем пропагандой, и что мы можем не называть пропагандой В этой ситуации, ну я не думаю, что это очень важно Мы выполняли приказ, как он, так и я И почему, так сказать, вот встреча с американцами здесь, в Москве? Дело в том, что наш союз поставил цель как можно скорее помочь нашим инвалидам То есть ликвидировать ту область, которая наиболее болезненно сказала с результате этой войны А что касается наших американских коллег, если так можно сказать То они нам помогают всячески в этом вопросе Марк во Вьетнаме был капитаном Александр в Афганистане был капитаном Сейчас они оба подполковника в отставке Я прошу прощения заранее за ту бестагноз, которую, возможно, я допущу И все-таки без этого вопроса я не хотел бы отсюда уезжать Вы оба участвовали в преступных войнах Вы оба, либо сами, либо по вашему приказу убивали мирных людей Не чувствуете ли вы на себе груз этой ответственности, тяжесть этой ответственности И что вы пытаетесь делать для того, чтобы, если уж можно так сказать, искупить свою вину? Я думаю, что любой солдат чувствует ответственность за участие в войне Независимо от того, на какой стороне, на правой или неправой он воюет Конечно, груз ответственности лежит и на нас Все вопросы, которые были связаны с этой войной, решались руководством страны Значит, по-видимому, были какие-то основания для ведения этой войны Хотя я не считаю, как специалист по Афганистану, я не считаю, что эта война была необходима Его, так сказать, соотечественник лейтенант Коли Был судим и обществом, и всемирным сообществом За конкретное отдельное преступление по уничтожению деревни и мирных жителей Как и наши некоторые офицеры тоже были судимы за преступления конкретные на этой войне Не надо забывать, что наша страна попросила нас И мы служили, служили как можно лучше Мы должны из всего этого, из всего того, что с нами произошло, сделать хорошие выводы У моего коллеги Александра есть неплохая идея Это создание международного фонда ветеранов Ветеранов, которые прошли войны, которые могут помочь друг другу Мы сейчас строим мастерскую, вернее, получили в подарок мастерскую Мы сейчас ее будем разворачивать Надо делать руки-ноги людям, которые пострадали на этой войне Надо закупать коляски, мы их сейчас закупаем полторы тысячи Вот что надо делать, вот в чем, я вижу, скажем, свой долг У нас уже накуплен 20-летний опыт, которым мы очень хотели бы поделиться с вашими ветеранами Значит, у них программу оказания помощи ветеранам ведет личный президент У них ежегодно для этого Конгресс выделяет 40 миллиардов долларов Чего у нас пока нет У нас пока вообще нет государственной программы помощи тем, кто оказался в беде А как вы считаете, почему, извините, Миша Почему у нас Михаил Сергеевич не ведет эту программу И почему, пусть не доллары, но, и пусть не миллионы, не миллиарды, а миллионы рублей Не даются на эту программу Вы хотите мое мнение задать? Вообще, лучше такой вопрос задать тому, кому вы его адресуете, если честно сказать А мне кажется, в общем-то, достаточно сейчас много забот у государства Которую надо решать именно в первоочередном порядке Это мое мнение такое Вот то, что затеяли ребята уже в международном масштабе Я считаю, вот это правильный путь Не считая инвалидов, не считая вдов, сирот и матерей погибших А здоровых ребят из Афганистана вернувшихся Они должны работать Прежде всего, не ждать, не просить у общества В том числе и на сессии Верховного Совета Когда нам дадут А работать, изыскывать все пути Все возможные Тем более сейчас, когда, так сказать, экономическая самостоятельность есть Вот вам примеры, пожалуйста Коперируйтесь вместе с ветеранами Создавайте совместные предприятия Чем это не опыт? И это должно в первую очередь помочь Люди должны помогать пока сами себе И помогать государству и народу И вот в этом отчасти тоже будет и искупление какое-то Как было бы здорово, если бы когда-нибудь Все оружие оказалось в музеях Несмотря на поздний час А сегодня просто какой-то бенефис молодежной редакции Только что закончилась программа «Что, где, когда?» Теперь мы Извините нас за такой поздний эфир Но тем не менее, я знаю, что сейчас нас смотрит очень много ветеранов И знаю я это потому, что в нашей почте В почте нашей редакции В почте программы «Взгляд» Очень много писем от ветеранов Спасибо вам большое Спасибо за эти письма Они заставляют о многом задуматься И влияют на то, как и с чем мы выходим В очередных выпусках программы «Взгляд» И я пользуюсь случаем, скоро 9 мая Скоро праздник, день победы Примите, пожалуйста, самые искренние наши поздравления с этим днем Но 9 мая Это ведь еще и день памяти Как часто сейчас можно выйти в этот день на улицы И увидеть рядом с седыми ветеранами Совсем молодых ребят с боевыми наградами Я имею ввиду афганцев И день 9 мая становится днем памяти И тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны И тех, кто выполнил свой интернациональный долг Вчера мы получили сообщение о том, что Двое наших коллег, журналисты газеты «Известия» Попали в Афганистане В засаду И один из них, Саша Секретарев, погиб А Сережа Севрук получил очень тяжелые ранения Вы, наверное, уже видели сюжет программы «Время» об этом Я хотел бы вам показать лица этих ребят В Афганистане В черном тюльфане С водкой в стакане мы молча плывем над землей Скорбная птица через границу К русским зорницам несет Ребятишек домой в черном тюльфане Те, кто с заданий Едут на родину милую в землю залечь В отпуск бессрочный Орваные в клочья Им никогда, никогда Не обнять теплых плеч Когда в Азии сыт желала бада Свалившись на крыло тюльпан наш падал Мы проклинали все свою работу Опять бача подвел потерей роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Которым в двадцать лет могилы роют Которым в двадцать лет могилы роют Но надо добраться Надо собраться Если сломаться, то можно нарваться и тут В горы стреляют Стингер взлетает Если нарваться, то парни второй раз умрут И мы идем совсем не так, как дома Где нет войны и все давно знакомо Где трупы видят раз в году пилоты Где с облаков не валят вертолеты И мы идем от гнева Стиснув зубы Сухие водкой смачивая губы Идут из Пакистана караваны И значит есть работа для тюльпана И значит есть работа для тюльпана В Афганистане В Афганистане В черном тюльпане Мы молча плывем над землей Скорбная птица Через границу К русским сорницам Несет наших братьев домой И когда в Азии сыт жила лабада Свалившись на крыло Тюльпан наш падал Мы проклинали все свою работу Опять пацан подвел потери роту В Шинтанте, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Которым в двадцать лет могилы роют Опять нести на родину героев Которым двадцать лет могилы роют